16-летняя американка Мэйси Карин вот-вот попадет в книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног. Их длина уже достигла отметки в 134,6 сантиметра. И учитывая столь юный возраст девушки, это скорее всего не предел. Мэйси гордится своими длинными конечностями, хоть это и провоцирует повышенный интерес к ней окружающих. Такая физическая особенность приносит также определенные хлопоты. Например, выбрать джинсы для девушки – настоящая проблема. А еще она частенько бьется головой, садясь в машину. Кстати, места в автомобиле ей явно маловато. Мэйси всегда была выше всех сверстников, как минимум на голову. И обошла ростом даже своих родителей и брата. В будущем американка мечтает стать моделью. Малазийка Эвита Дель Мунда страдает от редкого заболевания, причину которого медики выяснить не смогли. Недуг проявляется в том, что на теле девушки образовалось большое количество родинок. Над ней часто издевались в детстве, она росла одиноким ребенком, с которым никто не хотел дружить. Сверстники обзывали ее монстром и придумывали обидные прозвища. Несмотря на неприятие окружающих, Эвита смогла стать моделью. В 16-летнем возрасте Дель Мунда хотела удалить свои родинки. Но врачи посчитали, что операция может быть опасной для ее здоровья. Поэтому девушка решила, что продолжит жить в таком теле, которое ей даровала природа, игнорируя насмешки окружающих. И в итоге даже приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная Малайзия». Мужчине по имени Бен Сансум 35 лет. И это настоящий человек из прошлого. Ведь он, так скажем, живет в 40-х годах 20-го века. Его одежда, дом, музыка, которую он слушает, все принадлежит той эпохе. Когда Бен купил себе коттедж, он очень много работал, чтобы превратить его в идеальный дом тех далеких времен. Каждая, даже маленькая деталь его дома ориентирована на 40-е. Мебель, бытовая техника, вплоть до старинных выключателей света. У мужчины есть пара антикварных телефонов. Он стирает свою одежду с помощью старинной стиральной доски и слушает музыку на пластинках. 14-летний Исаак Джонсон недавно побил мировой рекорд, раскрыв рот на целых 9,5 сантиметров. Измерялось расстояние между кончиками верхних и нижних зубов. Кстати, возможно, это не предел, ведь два года назад он открывал рот на 6,5 сантиметров. Данная сверхспособность позволяет парню разом засунуть в рот целое яблоко, апельсин или огроменный сэндвич. В его рот запросто помещаются несколько шариков для настольного тенниса, мяч для большого тенниса, бейсбольный мяч. Да, мальчик сует в рот все, чтобы удивить всех вокруг. Выглядит это, конечно, крайне необычно. Думаю, не стоит соглашаться на его просьбы дать укусить что-то вкусное. А то так можно и еды лишиться, и руки. Многим безумно нравятся фантастические существа. Но есть те, кто всеми силами превращает себя в различных эльфов или даже русалок, как 29-летняя Кассия Шеллс. Она действительно верит в то, что эти полулюди-полурыбы существуют и считает себя одной из них. В одежде девушки обязательно есть что-то морское. Принты и форма ракушек, имитация под чешую и так далее. Многое в ее доме также соответствует ее необычному образу жизни, вплоть до косметических принадлежностей. У Кассии необычный цвет волос, пепельно-голубой. Оттенки именно голубого и синего цветов она обожает и по максимуму окружает себя ими. И, конечно же, как и полагается русалке, девушка имеет множество хвостов, силиконовых и тканевых. В них она фотографируется и плавает в бассейне или океане. Когда Кассия надевает хвост, она чувствует себя по-настоящему счастлива. Русалка говорит, что это, видимо, заложено в ее ДНК, что без хвостов, плавания и своей любви к, так скажем, рыбному образу жизни она не сможет существовать. Молодой человек Кассии не против того, что она сделала из их квартиры подводный мир и считает себя настоящей русалкой. Его все устраивает. Рейли 25 лет. Вот только сама девушка взрослой жизни предпочитает детскую. Примерно по 12 часов в день она носит подгузники, спит в кроватке с игрушками и соской во рту, пьет с детской бутылочки. Каждый день она возвращается домой и тут же надевает милые детские наряды, впадая в младенчество. По словам девушки, это помогает ей снять стресс от большого жестокого мира. Такое поведение начало проявляться у Рейли с 13 лет. Возможно, это является следствием какой-то детской травмы. Именно поэтому друг девушки посоветовал ей обратиться к психотерапевту, что она и сделала. Кстати, что еще интересно, Рейли родилась мальчиком. Но в том теле она чувствовала себя некомфортно и в 20 лет начала жить как женщина. Молодой парень по имени Билли Монгер был гонщиком Формулы 4. Два года назад во время гонки произошла сильнейшая авария, из-за которой бедный парнишка потерял обе ноги. В тот день врачи спасли его с того света. На реабилитацию потребовались немалые средства, которые были собраны молниеносно. Свой вклад внесли многие знаменитые на весь мир гонщики, а также простые неравнодушные люди. Казалось бы, на этом все. Путь обратно в гонки ему, естественно, навсегда закрыт. Но мечта Билли оказалась сильнее любых физических факторов. Билли сосредоточился на этом и пробил себе дорогу обратно в автоспорт. Только подумайте, спустя год после тяжелейшей аварии он вернулся в гонки и занял пьедестал рядом с обычными здоровыми пилотами. Сейчас Билли 20 лет. Он продолжает участвовать в гонках и не чувствует себя отличным от остальных. Каждый год тысячи людей получают травмы от электрического тока, а некоторые даже умирают. Единственный человек, который вообще может не беспокоиться на этот счет – Славиша Пайкич. Пайкич выделяется среди других сверхлюдей благодаря своей исключительной способности выдерживать и проводить чрезвычайно высокое напряжение. Еще в 17 лет он совершенно случайно обнаружил, что электричество не наносит ему ни малейшего вреда. По его словам, он может быть и проводником электричества, и источником. Все зависит от ситуации. Канадский акробат и актер Трой Джеймс обладает потрясающей способностью извивать и выкручивать свои конечности так, что это вызывает одновременно и ужас, и восторг у окружающих. Он стал известен благодаря участию в знаменитом шоу America's Got Talent. Трой Джеймс считает, что его гибкость врожденная, он воспринимает ее как должное. Он признался, что в школе его дразнили за такие неординарные умения, и Трой всячески скрывал это. В соцсетях же считают, что у акробата редкая патология соединительных тканей, что и является причиной его гиперэластичности. Коронный трюк мужчины – паучья походка, глядя на которую становится жутко. Неудивительно, что в фильмах он играет всяких монстров и чудовищ. Очаровательная Келли Лиди Кейх имеет одну из самых узких талий в мире, обхват которой составляет всего 40 сантиметров. А это половина от ее исходных 80. Для придания своему телу экстремальной формы песочных часов, Келли с 20 лет начала носить узкий корсет, результат ношения которого не может не впечатлять. При этом Келли может похвастаться пышными формами и выше, и ниже узкой талии. Девушка так похожа на Джессику Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Когда она выходит на улицы Нью-Йорка, то, конечно же, не остается без внимания. Келли осматривают, фотографируют. Кто-то в восторге от ее талии, а кто-то ужасается и критикует. Сейчас Келли 32 года, она успешно работает моделью. По словам девушки, ее здоровье никак не пострадало от длительного ношения корсета и уменьшения талии. Ну как вам герои этого ролика? Кто удивил, кто шокировал? Пишите в комментариях. Если вам понравилось видео, то давайте начнем этот год с рекорда по лайкам. Делитесь роликом с друзьями, думаю, им тоже будет интересно это увидеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!